Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидон, и мы продолжаем проходить Far Cry 6! Итак, друзья, остановились на том, что я выполнил задание у... Так, у меня сейчас задание с Бичо почему-то, бомба с хайпом. Видимо, что-то произошло, пока я тут между сериями чуть-чуть загружался, выгружался. В общем, с ним у нас миссия была, с ним мы миссии завершили, бэмбэ, мерзкая личность. Вот, хочу сразу сказать, что планирую как-то побыстрее все-таки допройти, потому что не так много осталось. Спасибо вам за ожидание, спасибо за терпение, что продолжаете смотреть, что не бросили, хотя я уверен, что многие бросили, и я их не виню за это. Раньше я проходил игры намного быстрее, и я вас уверяю, эти времена вернутся обязательно. Вот. Итак, я посмотрел комментарии к последней серии, прочел комментарии по поводу оружия какого-то на Вентармосе интересного, прям крутого, прям крутого. Я поставил метку. Мы обязательно туда сходим и ее возьмем. Спасибо за совет, я надеюсь, что он того стоил. Так, давайте, наверное, сразу же продолжать миссию с этим бэмбэ, мерзотным бэмбэ. И, кстати, да, прикольная вот эта вот пушечка. Я только сейчас заметил, между прочим, до этого вообще не замечал, не смотрел на это. Надпись «Перемотка пленки на русском, прямо на оружии на самом». Кстати, вы еще можете посмотреть, и внизу... О, боже, у меня камера отзеркальная. Короче, вон там вот... Ну, вы поняли. Написано «Камера 3». То есть, получается, как бы, это сделано из частей какого-то старого советского фотоаппарата. Возможно, возможно. В общем, давайте брать миссию и двигаться дальше. Двердомок к настоящему делу. Ууу. У меня есть клиенты, которые просто мечтают сделать ноги из этого рая. И ты им поможешь. Бери грузовик. На нем ты сможешь доставить моих клиентов к докам. Там их ждет корабль. В доках хорошая охрана придется поднапрячься, чтобы попасть внутрь без боя. Тут тебе пригодится Рафаэль Мереро. Очень ценный клиент. Спец по подделкам. Его бумаги тебе помогут. Сделай это для меня. И долг Пауло будет погашен. Все будут довольны. Да, мы помогаем Пауло погасить долг. Если вы забыли. Я все пытаюсь толерантно относиться к Пауло, который трансвестит. Я думаю, у меня неплохо получается. Пока еще ни одной шуточки не отпущено. Слушайте, я прям держусь. Так, вот здесь на самом деле находится вот этот супер дробовик. Я не знаю, может сразу сгоняем, а? Давайте сразу сгоняем. Там где-то рядом еще зенитка. То есть я не могу туда десантироваться. Именно по этой причине. Соответственно, быстрое перемещение. Но тут как бы и пешком-то буквально два шага. Сейчас я только пойму вообще, в какую сторону у меня эти два шага. Дани, 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 Дани! Что тебе надо, Бич? Привет, Бич. Нет, не совсем. Кое-что надо. Это важно, честное слово. Встретимся в лагере, я тебе все расскажу. Пока! Вот, вот этот диалог, который был с Бичуа. Пау, я только что поговорила с Данби. И что сказал этот урод? Что если я еще раз замараю ради него руки, твой долг будет прощен? Знаешь, я не жалею, что задолжал ему, чтобы вытащить нас стали из яры. Но я понимаю, чем ты рискуешь ради меня, Дани. И не забуду этого. Поблагодаришь меня, если я выживу. Че вы тут делаете? Что происходит? О, господи. Это не моя война. Нет, я, конечно, сейчас кого-нибудь пристрелю. Потому что я уже достал свою пушку. Я не знаю, я, чем, попал ему куда-то в гранату, что ли? Ладно, без понятия. Тихо, 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 тихо. Че ты меня там выпаливаешь? Я вообще-то по стелсу. Ау! Жбойно было? Прям взад. Отвянь. Так, вот здесь это оружие должно быть. А чё, охраны вообще никакой, что ли, не будет сегодня? Ну, хрен с вами. Мне-то лучше просто. Мне это только в плюс вообще. Так что... Что за спол? Компьютер! Компьютер, компьютер! Слушай, спасибо. Спасибо тебе большое. Я даже вот... Озвучу. Сармарсмарт. Спасибо тебе большое, дружище, за совет. Если бы я мог читать все комментарии, я уверен, я намного больше бы полезных советов извлёк из них. Но, к сожалению, вот прям не получается. Но я стараюсь забегать. Стараюсь забегать, поэтому, ну, кому-то везёт мне побочь. Вот, это очень странно, но спасибо. Давайте же смотреть, наконец, что это за оружие. Компьютер. Компьютер это дробаш. Это дробаш, да, как он написал, дробаш. И он... Он весьма толерантен. Так вот. Увеличивает скорость перезаряжения оружия при частичном... Ну, я понял, да. А какие у нас бонусы у него? Так, лазерный целеуказатель. Крупнокалиберные патроны. Что ж, какой-нибудь брелок повесим на компьютер. Что же подойдёт компьютеру? Виниловая пластиночка, я думаю, прекрасно по цвету нам подойдёт. По антуражику просто идеально. Ну что, посмотрим, посмотрим. Дробаш, значит, да? Дробаш, значит. Ну ладно, ладно. Ну-ка. А чё не осмотришь? Блин, она его даже не осмотрела. Чё за фигня? Всегда осматривал. Сейчас не осмотрела вообще. Чё за... Чё за... Чё за вообще... Ммм... Ерунда. Слушай, дружище, а не советовал ли ты что-то ещё? Ммм... А, нет, 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 нет. Всё, всё, всё. Это было... Это было всё. Спасибо. Давай сейчас сюда... Какого хрена? А потому что я в... Типа, опасной зоне? Зона. Опасная зона. Крыло! Крыло, блин! Ух. Всё, давай быстрей. Куда-нибудь присядем уже. Главное, не на дерево. И всё. Так. Собственно. Собственно, собственно. Высадка! Высадка, моя любимая. Давайте высадимся. И высадим вообще всех. Я начал всё более осваиваться в своей новой студии. Да. В основном благодаря тому, что... Практически... Ну, не практически, но, в общем, достаточно неплохо избавился от эха. Да и плюс вот этот микрофон, в который я не зря вложился в своё время. Купил его, кстати, бушный. Бушный купил в Германии. Да, на этом... На... Не реклама, сразу такой не реклама. На Music Story. Вот. Прислали. Не знаю, сколько там шёл, месяц или типа того. Ну, как бы всё вообще зашибись. Ну, всё-таки честный, честный мазор. Рафаэль. Пинга. Вон, нет, мы их схватили. Бэмбэ. Почему тебе, что ни задание, то геморрой? Не трать время на размышления. У нас его мало. Действуй, Рохас. И пошустрее. Рафаэль должен быть где-то там. Я думаю, что, наверное, это лучше, чем не Амис. Адрагель. Пипец. Я просто хотел сказать, у них даже есть, типа, русская техподдержка. Я удивился. Я удивился, когда мне, кстати, говорили, один раз мне из Германии прям позвонили эти ребята. А я такой, типа, чего там? Плюс три, по-моему, у них код. И я такой, что, кто это звонит вообще? Что за ерунда-то? Что за фигня? Как это вообще? Поднимаю трубку, а там с таким немецким акцентом чувак мне там рассказывает, что вот, там нужно сделать предоплату, все дела, что-то такое. Вот. Я вообще был в шоке. Ну, как бы, да, все. Все честно. Только очень долго порой. Там низкие. Да, блин, какого хрена я сижу рекламирую? Все, не буду ничего больше. Просто хотел поделиться, что нашел, типа, давным-давно еще магаз хороший, с очень низкими ценами и бесплатной доставкой, блин. Шучу. Это прикол для тех, кто смотрит. КВН или, как я, обзоры на КВН НГУФОВСКОГО? Особый подвид искусства, так сказать. Вот и все. Просто хотел поделиться. А уже все это начинает звучать как реклама. Так что, ладно. Вы как хотите, конечно, да? Как хотите. Можете воспользоваться этим невероятно выгодным предложением. Или же нет, дело ваше, конечно же. Что-то понесло меня. Что-то меня понесло. А что, я вниз не смогу с крыши спустить? Нет? Не смогу. Но, главное, это и не надо. Твою ж, мать. Твою ж. Мать. А почему он не был подсвечен-то? Он красненьким должен быть подсвечен. Я даже свой новый дробаш не попробовал. Блин. Эль Уртикуль... Тор... Что вообще? Пежим! Так, сколько вас еще? А, надо было еще тех освободить. Че они сами не освобождаются? Продолжают сидеть тут как... Рабы. Глупость какая-то. Ведь они должны такие раз и свалить. Нет, продолжают сидеть. Какие... Честные ребята. Ну, как бы меня же взяли в пленку. Да, я побегу-то. Ну, что это такое? Вот отпустят официально. Вот тогда я пойду, да. Ну-ка. Эль, подойди. Да я уже здесь. Грасяс. Ты от Бенда? Си. Ты Рафаэль? Твои документы в тачке неподалеку. Покупатели Бенда там же. Поторопись. А как же ты? Я вернусь в студию. Искусство не ждет. Искусство. Я спасла твоих клиентов. И взяла бумаги у Рафаэля. Супер, Рохас. Теперь проследи, чтобы мой бесценный груз добрался до порта. Си. Ладно. Бесценный груз. От людей искусства. Так, доберетесь до грузовика. Бэм, бэм. Всего 128 метров. У меня все время включаются бобовые и свинцовые. Это баф вообще от еды? А, кстати, он, по-моему, еще даже и не кончился. Странно. Ну ладно. А вдруг там какой-то крутой груз? Господи боже ты мой, что с этими лошадьми? Вы там как, в порядке? Ух, ух. Вам у нас. Опа, понеслась. Эй, я в грузовике. Жду лодки. Ну старайся не повредить товар. Товар? Блин. В кузове только люди. Капец. А люди вам не товар, засранцы. В кузове деньги. Мои деньги. Мы помогаем сейчас рыботорговцу? Серьезно? Оно того вообще стоит? Этот пал, а того стоит? Чтобы мы помогали такому ублюдку. Может его просто грохнуть? Серьезно, его надо было грохнуть. Ну ладно. С другой стороны, возможно это не рыботорговля, а я туплю. А, ну да, я туплю. Я жестко туплю. Простите, пожалуйста. Они типа просто хотят свалить из Яры, а он помогает им свалить из Яры за немалые бабки, я так понимаю. Ладно, хорошо, пусть пока поживет. Но все равно тот еще ублюдок. Мне просто нужен был повод его замочить. Ладно, не прокатило. А че так легко-то? Ну ладно. Бумаги. Так, минуточку. Ёлки? Мы их выращиваем? Да, для мексиканцев. Как думаешь? Эль Пресиденте оплатил пластику Марии. Ладно. Езжай. Нет. Это все ёлки-ёлки оплатили пластику Марии. Надеюсь, Гэмби здесь. Боже мой, грузовик. Как бы тут все вообще не уничтожить, пока я с баранкой. Отличная работа, Рохас. Наши друзья будут чрезвычайно признательны. Ну ладно. Хоть что-то хорошее. Как бы, да. Долг Паула уплачен. Поздравляю, Паула. Бэмби от тебя отстанет. Ничего, так у тебя был долг, между прочим. Грася, здание. Пусть это останется между нами. Талия ненавидит Бэмби. Я тебе благодарен, но мы все равно свалим с этого острова. Ты передумаешь? Мы тут квестим вообще ради чего? Чтоб ты передумал. Ты и твоя подружка. Вот мне интересно. Он девушка, но при этом он как бы парень. Он свистит. При этом он встречается с девушкой. И кто эта девушка тогда? Она натуралка? Или она лесбиянка? Какая сложная тема. Так, ладно. Режим костилев гоняет в тоску. В пещере танца можно расслабиться под любую музыку. Ладно. Так. Пещера танца. Флайер вечеринки. Стоп. То же самое. А, это просто два одинаковых флайера. Да, понятно. Обнаружен новый тайник. А, так это тайник вообще вдобавок? А это что тогда? А это был другой, другая бумажка. Ладно, не важно. Тоже тайник какой-то. Так. Один тайник, второй тайник. Чудесно. Много-много тайников. Друзья. У нас дальше миссия-то. Знаете какая? Встретиться с Бичу. И узнать, что этот Бичу там вообще задумал. Угу. Угу. Так. Ну, наверное. Ядерного топлива-то я не накопил. Чего подождите? Чего это сейчас было такое за хрень? Не знаю. Я не хочу ждать. Я хочу играть. Так. Что-то может быть улучшить или отстроить? Хоть нечеловку можно, по идее, улучшить. И что будет? Что будет? Что будет? Ммм. Больше мяса. Уникальное охотничье ружье. Сьерва-мачо. Руководство с информацией о местах охоты. Ну, я весь металл потрачу. Так-то. Поддержка снайперов. Продвинутые ноутбуки разведчика. Сколько металла нужно? Продвинутое оружие. А тут ружье какое-то дадут. Уникальное охотничье ружье. А, я даже не знаю. Давай улучшим. Прислал тебя мне помочь? Да, я сейчас пилить буду, сверлить. Все ради яры. Так. Сьерва-мачо. Сьерва-мачо. Давай посмотрим, что это за мачо. Такое. Сьерва-мачо. Ну и нафиг она мне нужна, если у меня есть компьютер? Лечит урон наносимый зверям. Дропик, коллиматор. Ну, такой. А что мне еще дали? Смотри, что-то есть. А, винтовка 45-70. Ну так, шняка какая-то. Слушайте, я амигасов своих тысячу лет вообще не призывал. Шампань. Кошка собирает деньги. Ньюзим для ядов и огня. Металлический друг. Так, все, давай, давай. Кей-9000. Я что-то тысячу лет вообще не призывал тебе напарников. Так что пришло время. А что это вы тут? Прямо музончик, да? Музончик. Как ты знаешь, я крутой радио-диджей. Ладно, это ложь. Но ты меня вдохновила, Даня. Своим этим, как вы там, повстанчеством. Я мечтаю запустить в эфир свой сексуальный голос. Музыку Максимус Матансас и правду о Либертад. Я назову это все радио Либертад. Еще я мечтаю, чтобы ты забомбила нашим логотипом чертову пропаганду Марии Маркесы. Вот те краски и несколько бомб, начиненных листовками. Чтоб дело шло быстрее, окей? Займемся контр-пропагандой! Е, бич! У меня аж мурашки! А у тебя? А, нет? Только у меня? Ну ладно. Скорее бы Талии и Паула все это увидели. Бомба с хайпом. Так и называется, друзья. Почему? Вы не можете попасть... Вы не можете использовать, чтобы попасть в область активного задания. Ну и по какой причине я не могу это сделать? Есть ли хоть какая-то адекватная причина? Логическая. Почему я не могу это сделать? А ладно, похрен вообще. Так. Костюм крылой, и мы летим. Стали на курс. Так. Указ право. Слева. Все правильно. Просто я не туда посмотрел. Я не путаю право слева. Все в порядке. Не переживайте. Странно, почему я не могу туда переместиться. Может быть... Нет, не зенитка. Иначе было бы доступно просто простое перемещение. Видимо было бы слишком халявно. Подумали они. И решили... Запретить мне. Ну, они не могут запретить мне высаживаться. И парить. Парить. Ну и да, здесь бесполетная зона. Все. Ну это так, мелче вообще. Плюс запретная зона, плюс бесполетная зона. Да не-не, просто бесполетная. Вроде не запретная. Эй, Бичо. Я в секунде. Ай. Ну наконец-то. Ты тащишься дольше, чем я сижу на толчке после Паттанас. Богом клянусь, Бичо. Чего ты ждешь? Нарисуй лого, заложи бомбы, и пусть все узнают о нас. Радио Либертад вот-вот появится на свет. Короли, шевелись! Я родишь его ты. Страшно. Так, подожди, ты хочешь что-то и конкретно хочешь? Ага, я понял. Ты хочешь, чтобы я прям на баннере нахреначал? Хорошая точка для бомб с листовками. Взрывчатка в общественном месте. Что может пойти не так? Эй. Субботно ставить лео. Ну, в целом, можно просто поднять хаос. Какого хрена бьешься? Это поиграли в мае. Нихрена себе. Жестко. Жестко. Он по два выстрела, хрена себе. Вау. А драбаш-то? То есть, надо прицеливаться. От бедра... Шняга. Давай, сожри, сожри. Я дам тебе шанс, K9000. Блин, вообще садит. Просто топыч. Так, испытание обновлено. Вот, протокол устранения. Давай. Давай. Че, убил, что ли? Офигеть. Офигеть, блин. Они отлетают просто вообще. Нереально отлетают. Бужу, а че все горит-то? Вернуть к своему графите. Да, действительно тебя тут перебили, народ. Вот, вернемся к своим граффити. Почему у вас здесь патроны лежат? Вы здесь вещаете или... А, ну они тут и бухают еще заодно. Да. Понятно. Так где мне что нарисовать-то нужно? Их кровью. Могу я это сделать. Где постер-то? Что-то... Что-то я ни одного прям... Ну вот тут какая-то фигня. Но это не то. Это отстой какой-то. Мне нужен большой постер. Прям big-big poster. Вообще вон там. Так че, мне туда что ли вы прикажете лезть? Серьезно? Ну ладно. Что тут написано? Приказ об устранении изгоев? Ну жестко, жестко. О, там кошка, смотри. Блин, ну это высоковато что-то. Я, пожалуй, не зацеплюсь. Вы предлагаете мне лезть туда? Блин, надо было десантироваться прям сразу на крышу. Но откуда я знал? Откуда я знал, куда мне конкретно? На какую крышу надо было десантироваться? Не знал, не знал. Теперь надо вот лезть наверх. Долго? Неудобно. Но выбора нет. Так, есть, я наверху. Я наверху и здесь нет никакого лута. Каким граффити? Подожди, куда мне там высаживаться-то надо? Я забыл. А, вот на этот дом. Вот сюда. Маньяна! Маньяна, блин! Ух! Чуть было не пропустил. Испортить. А, вот это мы умеем. Нормально. Нормально вообще. Нормально. Так, заложите бомбы с листовками. Нужно написать название поверх херни, что развесила море. Серьезно? Это так много чего-то. Шесть штук. Малень. Так, а есть еще где-нибудь? Вон там еще есть. Вон и на той крыше еще есть. Ну, это не совсем прям в этой точке. В этой зоне поиска. Но тоже работает, как бы, да? Блин, может, это на ее призвание? Да, точно. А, это место, наверное, для закладки бомб в мусорные урны. Да, и они как раз мерцают. К этому мерцанию. Вообще, вообще неподозрительно. Я надеюсь, они не сразу взорвутся. Бомба сброшена. О, чёрт! Эрзака. Они сами взрываются по времени? Так, три из трех есть. А, ну вот, да, действительно, это было место для бомб. Было бы забавно посмотреть на них, как они бы кипишили, когда у них перед носом бы взрывались урны. Я бы на это посмотрел. Но, к сожалению, они мертвы. Да, у них проблемы со зрением в данный момент. А я туда смогу вообще забраться-то? А, да, смогу, смотри-ка. Удобная лиана ведет прямо наверх. Давай еще портить. Осталось всего три. Так. Битчо, пока все вроде неплохо. Лого огонь. Красис. С краями аккуратнее лады. Я справлюсь, Битчо. И расслабь запястье, а? Рисуй плавно. Ясно? Кохонес. 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 Им, наверное, плевать, но мне жаль ее руки, когда она так делает. Нельзя же в обратную сторону прокатиться? Конечно нет. На что я надеялся? Барбекюшница какая-то. Там тоже плакат, но туда еще как-то добраться нужно. Вау! Господи, Боже мой. Вон там еще плакат. Как тяжко. Может внизу где-то будут, а? Хотя бы половина. Каждый раз лезть наверх, это просто мега уныло. Пусть что-нибудь произойдет. Да, помню, не напрягать кисть. Угу. О, еще один вижу. Еще один вижу. Но опять же как-то да, мы попадем. Ладно, как-нибудь попадем. Я надеюсь... Нет. Нет кнопки, значит нет. Крыши. Так. О, лестница. Слушайте. Казалось намного проще. Последнее осталось. Неплохо. Так, что ты там лаешь-то? Я не понял. Господи, на жопу. На жопу так дропается вообще. О, там. А, еще собаки. Они с моей собакой, что ли? Чуть не поделили. Только вопросов задавать надо. Окей. Иногда мне хочется заняться чем-то совсем другим. Чем-то еще. Ой, мимо. Не знаю. Мне нравится быть солдатом. Сражаться за правое дело. Но вся эта бюрократическая срань... Ну, грасис. Тут я с тобой совершенно согласен. Мерда. Круто. Что? Что происходит вообще здесь? Я не понимаю. Ну, ладно. Им, наверное, нормально вместе. Чего я тут буду помогать? Ну, общаются себе спокойно. Может, это вообще его подруга детства. Ну, нравится ей быть солдатом. Нравится его ощупывать в разных местах. Ну, что я могу вообще сделать? Что я вообще такой, чтобы быть против? Так что оставим их вместе в их маленьком уютном счастье. Последний дурацкий плакат. Где мне его найти? Я могу сверху прыгнуть и убить эту? Да! Я не смог отказать себе. Простите. Может, где-нибудь здесь? Вон, тут огромная шестеренка. Огромная шестеренка. Нет? Никаких плакатов возле огромных шестеренок. О, нашел. Еее. Зацените-ка. Би-чо? Эрсер. Э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ещё не всё. Готова к следующему шагу? Конечно. Так, Мария уже в пути. Она хочет показать новое знамя в прямом эфире. А ты заменишь его на наше. Он там? Значит как. о нет нет это так высоко я и я там уже был второй раз туда лезть за что блин а ненавижу она даже не хочет здесь перелезть и не хочешь даже облегчить не чуть-чуть страданий вот здесь можно несмотря на то что она выше моей головы я не полагать вертолет реально хочет типа меня сбить или или что просто пусть попробуют пусть попробуют у меня есть и мишечка мишечка жалят задницу как пчела особенно всяких электронных засранцев прям как в очдокси и сопротивление исток время руферов так что тут делать то надо сменить баннеры давай господи где эта кнопка ну где кнопка то ну ну то пропадает то исчезает то появляется моих преступлений пополнился вандализмом класс прям спрыгиваешь и сюда все продумано мера началось пришло время важного объявления привет мои дорогие друзья есть вопросы или начнем мария маркеса министр маркеса вас беспокоит как вы объясните слухи о том что диего кастильо ваш сын никак диего кастильо первенец яры и пример истинного иранца итак я с большим удовольствием представляю вам иранский культурный центр антона кастильо видите вот с таким загрязнением культуры мы и боремся а нам придется взять на время ваши камеры и телефоны это видели вообще все в яре господи дани да у нас куча дел у меня сейчас башка лопнет вот так вот друзья мои хорошие вот так вот операция завершена бомба скайпом просто отскервануло друзья так ладно подожди у нас здесь какие-то сброс припасов перехваченные припасы топлива конечно же как без топлива то жить вообще встретись бич он у себя в садах съел он хочет запустить радио либертат так 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 отметили отметили единственный квест на данный момент что же давайте а вот ух ты уж как забрался то хорошо хорошо давайте отметим значком и блин высадки конечно нет высадки конечно нет ладно давайте быстро перемещаться а ты мне что расскажешь да дружище есть новости военные ищут наши ходы мы устроим засаду чтобы защитить пути снабжения нам пригодится твоя помощь графе я понял что насчет что насчет наших лос бандидос лос бандидос между прочим я совсем забыл про лос бандидос он ждет указаний уже трое суток наверное уже борода отросла по колено так с фанатике в самоволке нам нужно как-то отследить передвижение зенитки так шесть четыре или деньги заплатить успех прям шикарный плюс новобранцы плюс успех в операциях прочные прокладки прочные прокладки хорошо давай получилось да получилось но я потерял четверых все равно так у разведчиков получилось их с помощью их отчетов мы смогли составить подробную схему передвижение чем больше разведчиков тем выше риск дезертиры схватили нескольких повстанцев окей ладно так тут уже не получится не хватает раз шесть часов зенитка останавливается на техобслуживании в одном и том же месте теперь мы знаем когда лучше всего нападать так прочный пластик плюс 20 процентов но шанс практически вообще никакой пробираться на базу и начать им прыгать ну как никакой 55 процентов неплохой на самом деле дай я попробую а давай а чё бы и нет а вдруг получится а вот и хрен там а так вот провал минус 10 процентов ладно не получилось импровизировать так успех везде минуснутый штраф 10 процентов бонусы я не словил к сожалению хрень так главное спасти гражданских и не держать победу ну ну да да и выкруют гражданских да успех да хорошо новобранцы лос бандитас ну чё мы считай прошли да все таки прошли все таки получилось хорошо а уже есть а отлично шикарно я не думал что такое возможно но оказывается вот мне дали порох и клей супрема ну хорошо хорошо забрать награду так что теперь что теперь а что награды такие две тысячи кстати две тысячи песосов а что это такое это какой то это хороший бензин или плохой бензин я даже не знаю ладно летающий враг ух ты у нас новый чувак появился вышибало убеждение бережливость а что нужно в этой миссии наблюдение наблюдение да 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 его надо брать так хорошо выполняется выполняться будет два часа то есть через два часа мы только можем подойти и дать им ценные указания чтобы они слушайте а я думал на улице дождь я думал на улице дождь а это просто водопад кодовое название ара засада друзья засада друзья будет нас ждать следующей серии уже в ней то мы и продолжим закончили чуть чуть пораньше чтобы выпустить уже сегодня прямо для вас хоть и поздновато конечно но надеюсь все таки это раньше чем завтра до этого у меня все подписывайтесь ставьте лайки все ссылки под видео с вами был гидон всем спасибо и до следующей миссии в поиск поиск там на подorbьем газ поиск п на поиск п прохождение Продолжение следует...